Вопросы здоровья бывают интимными, как у женщин, так и у мужчин. И очень здорово, когда есть кому их задать. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сыпанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Самарской области по урологии. Врач-уролог Самарской областной клинической больницы Середавина. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте, Несса. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рад здесь быть и приветствовать всех. И спасибо за возможность, что сегодня мы надеемся поговорить не о ковиде. Вот правда, это очень хорошая новость. И если кто-то вдруг забыл, напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить к нам в студию 202-11-22, если у вас есть вопросы. И так не о ковиде, да? Какое заболевание вашего профиля вы бы поставили на первое место? Основная госпитализация наших пациентов, основная проблема, с которой обращаются, их, как правило, три. Это, конечно, мочекаменная болезнь, это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ну и воспалительное заболевание. Но 60-80% пациентов, поступающих в стационары, это пациенты с мочекаменной болезнью. Сергей Михайлович, я где-то прочитала, что Самарский регион считается пандемическим, не хотели сегодня про пандемию, но про другое, правда, в плане именно мочекаменной болезни. А что у нас не так, почему это происходит? Но он считается эндемичным районом, из-за, по Волжье все, так же, как и Республики Кавказа, вот, из-за жесткости воды, из-за определенных условий, действительно, мы входим в лидеры по мочекаменной болезни, по образованию камней, по их выделению. Поэтому на это стоит обращать очень серьезное внимание. И еще, почему на сегодняшний день уровень заболеваемости мочекаменной болезнью растет стремительно? Такие цифры я по России прочитала, опять-таки, пока готовилась к программе. Это действительно так или нет? Действительно так, мочекаменная болезнь растет, и, к сожалению, в этом виновата наша хорошая жизнь, да, мы стали достаточно есть, мы стали есть достаточно много белковой пищи, вот, ну, и фактором предрасполагающим это изменилось, конечно же, вода, то есть она становится не лучше с годами, вот, не чище, мы продолжаем ее пить, тем самым зарабатывая себе определенные вещи. Поэтому хорошая жизнь нас привела к этому, малоподвижный образ жизни, мы набираем лишний вес, мы не занимаемся собой, мы не успеваем этим заниматься, понимаете, у нас основное заболевание – стресс, да, нам надо бежать куда-то, зарабатывать деньги, вот, пришли дома, все на этом ограничилось. Вот хорошая жизнь, она нас много к чему нехорошему привела, а уже не по первому заболеванию делают такие выводы. Ну, давайте тогда про мочекаменную болезнь поговорим поподробнее, вообще, что это такое. Мочекаменная болезнь – это образование камней в почках, камни бывают разные, они по составу, по химическому бывают абсолютно разные, вот, и могут располагаться в разных частях, то есть и в почках, и в мочеточниках, и в мочевом пузыре. Причин для этого достаточно много, не только, как бы, нарушение питания, не только вода, конечно, есть анатомические особенности изменения в почке, которые затрудняют отток мочи. Конечно, это поведенческая наша вещь, малое питье, малое движение, о котором я уже говорил, вот. Но и проблемы решения пути достаточно с мочекаменной болезнью много на сегодняшний момент, но человек должен понимать и знать о том, что мочекаменная болезнь – состояние лечимое. И даже если мы человека избавили от камня, это не значит, что у человека не осталось мочекаменной болезни. Рецидив камня – это очень частая вещь, которая в дальнейшем человека может преследовать через год, через два, через десять лет, через двадцать лет. У него все равно это может повториться хоть когда-либо в жизни. То есть камни снова образуются? Да. Поэтому называется не камень просто, не просто камень, там, допустим, почки, это называется мочекаменная болезнь, камень почки. Вот. Мы убрали камень, но мочекаменная болезнь мы человеку не вылечили, к сожалению. И это требует постоянного наблюдения врача, уролога, да, по месту жительства. Это требует контроля УЗИ пару раз в год, как минимум. Вот. Внимательное отношение к себе, не нужно про это забывать. Почечная колика – это самый частый симптом мочекаменной болезни, когда человек испытывает сильнейшую, дичайшую боль в организме, да, и это заставляет его обратиться непосредственно к доктору. Вот. И он узнает впервые о том, что у него случилась эта ситуация. Убрать камень, человек считает, что он выздоровел полностью, он уходит и забывает про себя. Мы мало себя любим, понимаете, от этого мы за собой не следим. Но когда случается второй раз, понимаете, он сразу вспоминает предыдущую историю. И он понимает, что, оказывается, он продолжает болеть этой вещью. А где, в какой области появляется эта боль? Как человек вообще должен понять, что происходит? Это, как правило, боль в поясничной области. Она может ирадиировать вниз, в пах, отдавать в половые органы. Она плохо снимается какими-то тепловыми процедурами. Человек не может найти себе места, он мечется, понимаете. Хоть на потолок залезть, как я всегда говорю своим студентам, да, но тем не менее все равно эта боль остается. Есть боль, которую можно угреть, и она успокоится. Эту боль вы не успокоите никак. Я правильно поняла, что можно обнаружить мочекаменную болезнь, сделав УЗИ? А если ничего тебя не беспокоило до этого времени, то, в общем, человек живет и не знает о том, что она у него есть? Да. УЗИ – это самый рутинный метод, доступный в настоящее время абсолютно везде. Не требующий каких-то специальных средств. Это не рентгенологическая нагрузка. Поэтому УЗИ-диагностика, она примитивный, но скрининговый метод, да. То есть вы пришли, планово сделали УЗИ, и вы прекрасно знаете, что у вас есть. Ведь понятия о том, что из человека сыпется песок, как мы говорим, да, в старости, нет. Вот. Песок у нас сыпется у всех. Потихонечку он идет. И поэтому в анализах мочек, если кто-то его сдает, они всегда видят кристаллы соли, да. То есть это и есть тот песочек. Но при несоблюдении питьевого режима есть такой закон кристаллизации, да. Эти кристаллики начинают между собой слипаться, потому что слишком концентрированный раствор солевой. И получается из песчинки 1 мм плюс 1 уже 2, а если к этому 2 еще 2, вот вам уже и почти 5, да. А 5, это мы говорим, это уже камень почки, который дает о себе знать. И он образуется в дальних чашечках почки. Вот. И потом, когда он выходит в узкое место, вот как раз и появляются эти болевые симптомы, за счет чего почка раздувается, она дает о себе знать. Вот вы второй раз уже упоминаете про питьевой режим. Я точно знаю, что есть масса людей, для кого это проблема, в том числе и для меня тоже. То есть все-таки и мнения опять разные. Какое необходимо количество жидкости, когда ее пить, и что это за жидкость? Это действительно так важно? Да, это важно. Понимаете, почка фильтрующий орган, и как любой фильтр, он без воды не работает. Нормальным считается потребление 2 литров жидкости в сутки. То есть не надо взвешивать, не надо свой возраст вспоминать, вот 2 литра. Если у вас нет других противопоказаний к лишнему, в смысле к объему выпиваемой жидкости, 2 литра жидкости это то, что норма для взрослого человека, то, что вы должны выпивать. Я где-то слышала, что уже другое мнение, что ну сколько хочешь, столько и пей, ну не хочешь ты 2 литра, ну выпей 1 стакан. Или все-таки заставлять себя, вот хочу сконцентрироваться на этом вопросе. Да не надо себя заставлять. Вы пейте столько хотите, делайте 2-3 глотка сверху, понимаете? И не надо напиваться, вот у меня стоит стакан передо мной, да, его не надо выпивать залпом. Да, и там эти 2 литра. То есть вы разделите на сутки все, что вам положено, и потихонечку, потихонечку вы это пьете, мелкий глоток, через 15-30 минут. Во-первых, вы не переградите желудок, вы спокойно это все усваиваете, а вода постепенно усваивается. И вы не замечаете, как вы выпиваете то количество, которое необходимо. Все очень просто. Сейчас пластиковые бутылки, хоть и не приветствую пластик, да, но тем не менее они дозированные. То есть мы понимаем, сколько воды мы можем выпить в день. Если просто взять чисто ради эксперимента полуторалитровую бутылку и попробовать выпить, посмотреть, сколько же вы выпили. В эту же жидкость входит и чай, понимаете, и суп, который все едят. Поэтому в сумме вы все равно получите 2 литра. Напомню нашим зрителям, что сегодня в студии программы «Звоните доктору» Сергей Пекалов, главный внештатный специалист по урологии Минздрава Самарской области. Мы говорим сейчас, в данный момент о мочекаменной болезни. Если у вас есть вопросы, вы можете звонить по телефону 202-11-22. Сергей Михайлович, если болезнь не лечить мочекаменную, к чему это может привести? Одно из самых грозных осложнений мочекаменной болезни – это как раз воспаление почки. Когда воспаление… Камень сам по себе – это уже инфекция определенного рода. Если эта инфекция перекидывается из полостной системы на паранхиму, возникает гнойное осложнение, которое, к сожалению, может привести к сепсису и к гибели пациента. Поэтому это та ситуация, которая требует наблюдения за этим специалиста. Не просто самого пациента, а именно специалиста, который должен определить показания к продолжению лечения, к возможности оперативного или консервативного. Потому что можно лечить и консервативно, можно лечить и оперативно. А необходимости профилактических мероприятий, то есть промывание почки. То есть инфекция потихонечку может смываться. Но опять-таки питьевой режим. Опять же питьевой режим. Ну и определенные препараты. Но еще раз повторяю, это же опять касается специалиста. Он должен посмотреть и убедиться, возможно ли данному пациенту это или невозможно. Это врач может решить только эту ситуацию. Понимаете, к сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуацией, что пациент «А, вот я где-то прочитала, я слышала, и я вот это поделала, а мне не помогло». Не помогло, потому что вы делали неправильно. Составы, я вот сначала начал свое выступление с того, что по химическому составу камни могут быть разными. Уратные, оксалатные, фосфатные, цистиновые. И каждый камень имеет свое определенное отношение. Если уже мы немножко так перешли к консервативному лечению, да, там, к возможности оперативного лечения. Вот. Да, есть камни, которые можно растворить. Но опять же, должен определить специалист. И если вы этот же препарат будете пить, у вас состав камней другой, вы можете вырастить камень, добавить немножко. И эффекта никакого не будет. А, извините меня, вы потратите деньги, потратите время, упустите, точнее, время, которое необходимо для лечения. Вот. Поэтому появились у специалистов. Специалист вам сказал тактику лечения. Придерживайтесь ее. Ну, если вы говорите, что это такая боль, которую совершенно невозможно терпеть, то тут уже хочешь, не хочешь, лечить все-таки будешь. Я говорю о симптомах, проявляющихся мочекаменной болезни. Дело в том, что камень может расти, я сказал, что он в дальних. Бисколики. В дальних, да. Он растет себе и растет. И иногда мы видим так называемые коралловидные камни. Это камни, которые заполняют субполосную систему. Они достигают размеров там 8-15 сантиметров. То есть они губят всю почку. Они дают почке работать. Внутри почки просто огромный камень-булыжник. Понимаете? И самое интересное, что у этих людей может не быть никакой симптоматики. Небольшое чувство тяжести в поясничной области. У кого его из нас с вами нету, да. То есть мы что-то подняли, мы неправильно посидели, нагнулись нехорошо. Чувство появилось, да. Вот. Не обратили внимания. Таблеточку выпили, на этом все закончилось. Вот. Поэтому, еще раз повторяю, есть рутинные методы обследования, которые уходят в диспансеризацию. Вот. Которые надо проводить и делать. Но есть ситуации, когда консервативное лечение не помогает, правильно я понимаю? Консервативное лечение помогает далеко не всегда. Да. Вот. Если мы говорим о небольших камнях до 5-7 миллиметров, которые можно самостоятельно вывести из почки при нормальном прохождении их помощи точнику. Это узкое место, трубочка, по которому они идут и создают боли. Вот. Но есть камни, которые свыше этого размера. Мы уже предполагаем, что они не выйдут. По этой трубочке они не пройдут. Да, они не пройдут. Поэтому, в принципе, у нас есть все показания к определенным оперативным методам лечения. К счастью, скальпель в настоящий момент используется редко, хотя используется при осложнениях, при гнойных вещах, да, при воспалительных, когда нам надо реализовать почку, посмотреть на нее, оценить ее состояние, работоспособность. В основном оперативное лечение, которое сейчас случается, осуществляется, оно все-таки осуществляется с помощью так называемых эндоскопических методик через естественные половые пути, да, вот. Это реклама хирургии через маленькие дырочки лапароскопии, а мы даже дырочки никакие не делаем в данной ситуации по естественным путям. Вот. Сейчас есть современные методики дробления через прокол в самой непосредственно почке, как мы как раз и занимаемся по областной больнице данным направлением, как раз по поводу коралловидного нефролитиаза. Когда большие камни, мы через сантиметровую трубочку заводим ультразвуковый лазерный аппарат и фрагментируем камень, сразу его оттуда отсасывая. Тяжелая операция для доктора, тяжелая операция для пациента, но это все равно легче, чем большой разрез с возможным удалением почки. Давайте мы сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись, а после этого перейдем к теме мужского здоровья. С удовольствием. Более 300 человек дистанционно оформили больничный лист в Волжской ЦРБ с начала февраля. Ходить в поликлинику больше не обязательно. Достаточно позвонить в регистратуру или колл-центр. Если человек чувствует себя хуже, на адрес выезжает доктор. Вступили в силу новые правила выдачи ковид-сертификатов. Теперь получить его могут и те, кто перенес недуг без обращения за медицинской помощью. Для этого достаточно пройти тест на наличие антител в организме. Операторы Центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ и коронавирусной инфекцией принимают до 2000 звонков ежедневно. С октября Центр работает на базе поликлиники номер 15. 20 сотрудников отвечают на звонки жителей с 8 до 20.00, включая праздники и выходные. Продолжается мониторинг амбулаторных больных, находящихся на самоизоляции в местах проживания. Путем домового обхода и телефонных звонков управляющими микрорайонами контролируют, как соблюдают самоизоляцию ковид-инфицированные жители. В обходе может принимать участие и полиция. Медицинские работники получат дополнительные выплаты за раннее выявление онкозаболеваний. Симулирующие добавки направлены на увеличение числа впервые обнаруженных злокачественных новообразований на ранних стадиях с целью оказания своевременной медицинской помощи. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в студии главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по урологии Сергей Пикалов. Мы работаем в прямом эфире. Напомню, телефон 202-11-22. И сейчас как раз собирались поговорить с вами о мужском здоровье. Сергей Михайлович, какой именно орган мужской в первую очередь является мишенью всех серьезных заболеваний? Как говорит один наш профессор московский, простота, или мы как говорим простата, конечно же, это второе сердце мужчины, да, то есть как бы это секреторный орган, который способствует и детородные функции наши, вырабатывая определенные вещества, которые стоят на страже нашего мужского здоровья в гормональном плане. Вот. И, к сожалению, мы знаем всем о том, что у женщины есть климакс, да, у мужской климакс тоже существует, у нас тоже снижается гормональный сфон, и выработка этих гормонов эстрогенов как бы способствует перерождению, уже доброкачественному, еще раз подчеркиваю, перерождению, да, этой ткани простаты, вернее, гиперплазию, да, вот. Вот в народе это называется аденома, и мы раньше называли аденома, но сейчас как бы более научное название – доброкачественная гиперплазия. Вообще, я вот слышала такое мнение, что аденома – это, в общем-то, удел стариков. Ну, самый молодой пациент, которому мы оперировали, с аденома предстательной железы немалых размеров, ему было 48 лет. Я не знаю, как отнести данный возраст, да, к старикам, то есть, как бы это заболевание, которому подвержены, как бы, ну да, оно не возникает у молодых, не возникает. То есть, это определенное, еще раз повторяю, изменение гормонального статуса пациента, да, вот. Это все-таки, да, это люди за 50. Но развиваться она может начинать, действительно, после, как бы, 40 лет потихонечку, потому что наш гормональный фон начинает потихонечку угасать. Медленно, постепенно, там, на 2% в год, ну, а тем не менее, как бы, он снижается у нас, гормональный статус. Вот. Поэтому с определенного момента на это тоже нужно обращать внимание. У нас нет женской консультации, у мужчин, я имею в виду, да, вот. Но есть симптомы, на которые стоит обращать. А мужчины не обращают. Встал, вялая струя, да, встал мужчина вставать ночью. Мы все это знаем из рекламы чаще двух раз. Он начал тужиться при мочеиспускании. Появились какие-то веерообразные струя у пациента. Это повод обратиться к доктору, своевременно к доктору. К доктору какому? Давайте уточним. Урологу. Урологу, да. У нас нет специалистов женской консультации такого. Вот. К доктору-урологу. Своевременная диагностика, своевременное лечение позволяет, кстати, исключить не только от доброкачественной гиперплазии предстательной железы, но и рак предстательной железы, который встречается у более молодых пациентов. Поэтому, понимаете, если человек понимает, что он мочится вот в настоящий момент не так, как он мочился там год-два назад, он должен все равно пойти к врачу. Есть скрининг-метод, есть определенные исследования, которые позволяют спокойно дифференцировать, спокойно узнать всю эту ситуацию урологу и направить уже специалисты. Ведь рак простаты, как говорится, один из самых лечимых раков, которые есть на сегодняшний момент. Сергей Михайлович, сейчас продолжим. Давайте зрителей послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. У моего мужа, где-то с 30 лет, в анализах мочи обнаружена была кровь. Понятно, что прошли кучу этих разных обследований, и на простату смотрели, и почки проверяли, ничего будет. И врачи ничего не смогли найти, и, тем не менее, периодически, когда он сдает анализ мочи, ну, там, после болезни, после МРВИ, у него все равно управляет кровь. Может это быть какой-то, не знаю, особенностью, может быть, организм, или это все-таки патологии, которые просто так они могут найти. Я прошу прощения, вы могли бы в редакции оставить свой телефон, потому что у меня есть несколько вам вопросов, вот, на которые бы не хотелось мне в эфире, чтобы вы отвечали, мы бы с вами пообщались, поговорили, тет-а-тет, вот, и пришли к какому-то заключению. То есть требуется дополнительная какая-то информация? Да, оставляйте свой номер телефона, пожалуйста, а мы как раз остановились на том, собственно, остановились-то мы на раке. Остановились на раке, ну да, но говорили мы все-таки про доброкачественные полазии предстательной железы. А она может перейти в онкологию? Нет, она не переходит в онкологию, онкология может параллельно начать развиваться, понимаете, как бы рак и аденома, они растут из разных областей простаты. Одна центральная, вторая периферическая, поэтому разные абсолютно области предстательной железы. Перерождение не бывает, вот, но еще раз повторяю, понимаете, динамическое наблюдение, ничего страшного нету, прийти, сдать два анализа, да, вот, и услышать ситуацию, которая есть. Ведь все эти симптомы, которые предъявляет мужчина, да, делятся на определенные группы. И на все эти группы действуют разные препараты. Я понимаю, что есть телефонное радио, сарафанное радио, да, которое, в принципе, рекламное радио, которое говорит, там, пейте такую таблетку, и вам будет счастье. Не всегда будет счастье, потому что, как бы, разработанная таблетка действует на одни симптомы, а у вас совершенно другие. Опять же говорю, понимаете, мне всегда жалко потраченных денег ваших просто так вот. Просто так они ушли в никуда, в фармацевтической компании. Вот, а хочется все-таки было, чтобы специфическое лечение, чтобы человек лечился правильно. И, соответственно, таблетка должна идти на те симптомы, которые пациент и предъявляет. Иногда это сочетание таблеток, вот, иногда это действительно одно. Иногда это оперативное лечение. И такого мы не исключаем. Но 75-80% мужчин с аденомой предстоятельной железы лечатся консервативно. Консервативно, я подчеркиваю. Ведь проблема в чем? Ведь вот то, что я сказал, ночные вставания, императивный позыв, когда человеку команда приказывает идти срочно помочиться. Вот сейчас вот поступила ко мне команда, а у меня эфир. Как я могу это избежать? Понимаете? Мне нужно пойти, простите за выражение, это как бы осуществить. Это меняет качество жизни пациента. Он живет не очень плохо, мысль не очень хорошо, он живет плохо. Ему не нравится это. А в таблетку мы можем достичь его комфортной жизни. Еще один звонок, послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Только вопрос. Мои хорошие знакомые, и часто бывает недержание мочи. Скажите, можно ли это вылечить? Если в связи с диагнозом вот ее, это невозможно. Я прошу прощения, вначале было у вас плохо слышно. Что у нее? Недержание мочи. У нее деменция и недержание мочи. Ну там неврологическая симптоматика подключается, поэтому нарушается связь взаимодействия мочевого пузыря с головным мозгом, за счет чего и может эти вещи происходить. В этой ситуации, я думаю, что специалист подскажет, тут или же это должны быть авторизации при задержке мочи, когда может быть задержка мочи, так называемая шурея парадокса. Или при недержании мочи использование памперсов и прогладок. Тут надо знать уровень потери мочи, который у нее существует. Сергей Михайлович, не очень много остается времени, а мы обещали еще поговорить о женском здоровье. И поэтому для мужчин может быть просто какое-то напутствие по этому поводу, о котором мы говорили. При изменивших ситуациях мочеспускания пациент должен обратиться к урологу. Сдав два анализа, мы можем иметь более-менее объективную картину и можем сказать, что у пациента какая стадия, что происходит и что ему назначить. А психологические проблемы как вы решаете? Ведь наверняка же мужчина, который обращается к вам с чем-то подобным, испытывает целую гамму чувств. Психотерапевт, может быть, требуется. Я думаю, что не психотерапевт. Человек испытывает стресс, когда он не знает, что его ждет. Понимаете? И что с ним происходит? Он сегодня такой, как вчера. И что-то изменилось, он не знает, как это решить. Если он приходит, ему четко, все подробно объясняет, ему расписывают необходимое лечение, понимаете, и он видит, что его качество жизни потихонечку возвращается к его прежнему состоянию, он сразу успокаивается. Психолог уже тогда не требуется. И не нужен психолог уже ему. Телезрительница, которая звонила, уже, в общем, начала вот эту тему женского здоровья. Ну, там деменция, я не знаю, такая ли ситуация или нет, но я хотела вас спросить о стрессовом недержании мочи. Является ли это проблемой? И это ведь вот для этого деменция совсем не обязательно, да, насколько я понимаю? Ну, недержание мочи бывает не только стрессовое, оно бывает императивное, оно бывает смешанное. Да, стрессовое недержание мочи – это то, которое возникает при физической нагрузке у женщины. Это мы говорим прыжки, это мы говорим кашель, это чихание, да, то есть как бы вот часто скрещиваемые ноги у женщины. Вот, это сразу говорит о том, что женщина теряет несколько капелек. Да, это связано с родовой деятельностью, потому что все-таки все здесь вместе проходит, и тяжелые роды, длительное стояние, длительные роды – это все может влиять. Да, это изменение, опять же, гормонального статуса женщины в определенные периоды, которые изменяют эластичность тканей в этом месте. Вот, это стрессовое недержание мочи. Императивное – это то, что я уже говорил, да, то, что есть иногда бывает и у мужчин, это повелительный позыв на мочеиспускание, когда женщина не может удержать. Вот я и приказ наступил, и она при этой ситуации теряет. Здесь тоже же опять разные лечения. Стрессовое недержание лечится, чисто стрессовое недержание лечится хорошо достаточно. Это и тренировки, всем известные там упражнения кегеля. Но делать их нужно правильно. И сейчас изобретена масса всяких средств, которые помогают это делать. Это оперативное лечение, так называемые слинговые операции, которые делаются, подвешиваются задней частью ретры. Оперативный позыв – это совершенно другое лечение. И в этой ситуации оперативное лечение не поможет, а сделает только хуже женщине. Вот. Тут, опять же, тонкая грань. Сергей Михайлович, вот у нас около трех минут. Я думаю, мы успеем с вами еще на один вопрос ответить зрителей, правда же? Конечно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. По ситуации. Пять назад сделали операцию по дробейкам камней, почков. Заникли все, вот эти лечения, мы не можем вывезти. Мы обошли сохранение, не знаем, куда пройти. Я просто хочу с вами спросить, кто нам, может быть, сможет помочь в этой ситуации. Да, спасибо. И просьба отойти немного подальше от телевизора, потому что у нас фон идет. Вопрос понятен, Сергей Михайлович? Вопрос понятен. Но я уже говорил, что сам камень является инфекцией, которая действительно может остаться у вас в почке. Но для того, чтобы решение лечения... Оставьте телефон, я перезвоню, мы с вами пообщаемся, поговорим. Вы можете подъехать к нам в областную больницу. Мы с вами абсолютно спокойно сядем, поговорим, все обсудим. Вы расскажете объем операции, какие анализы у вас есть на сегодняшний момент. И мы с вами определимся в этой ситуации. Сергей Михайлович, вы сказали, что проблема, о которой мы с вами заговорили, она подается лечению, коррекции, наверное, каждый раз по-разному. Но ситуация-то в том, что если это происходит с женщиной, то, скорее всего, она скрывает это от всех и, собственно, никуда не обращается. Потому что это действительно такой деликатный момент, и куда с ним идти, трудно просто представить. Но это опять возвращаясь к мужчинам, которые комплексуют, да, точно так же комплексуют с женщинами. Это опять комплекс. Мы всегда боимся почему-то пойти и задать вопрос. Спросить лишь ты-то одной минуты. И всякий нам готов его простить. Понимаете, спросите, вам ответят. Ведь современные методики настолько быстро развиваются, да, то есть, что даже вот мы за ними, врачи, не успеваем. Почему даже? Вот с линговой операцией, да, петля 40 сантиметров, сейчас поставили акуль и хвосты, она стала вот такой коротенькой. Понимаете, то есть, это настолько все быстро, прогрессивно меняется в современном технологичном мире. Что вы обязательно найдете решение проблемы. Да, что найти какие-то решения проблемы есть. Сергей Михайлович, я благодарю вас за сегодняшний эфир. Нам осталось с вами попрощаться со зрителями. Спасибо вам большое за эфир. Всем здоровья. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...